В последнее время я много рассказываю об отличии моды для города и для города, который находится рядом с морем. И ориентировано там все прежде всего на отдых. Так вот еще одно отличие, это отличие вечерней прибрежной моды. Здесь на самом деле возможно все. В Италии без того любят сверкающие наряды, которые украшены чем-то, что блестит и переливается. Но именно на отдыхе все это можно увидеть во всей красе. Это прямо-таки полноценные вечерние выходы, вечерний променад. Несмотря на то, что все-таки речь идет о прогулке внутри города, не о посещении какого-то события, где определенный дресс-код. Про высокий каблук неоднократно рассказывала, что носят и любят его в Италии. Высокий каблук, чем выше, чем тоньше, тем лучше, на самом деле не является отличительной чертой, что называется, наших заграницей. Нет, это прежде всего отличительная черта, опять же, итальянской женской моды. В Италии каблук очень любим. Все, кто могут себе позволить его носить, носят с удовольствием. Очень по-итальянски принт смещен в нижнюю часть ансамбля, аутфита. Как я люблю говорить, часто меня спрашивают, Яна, что такое аутфит. Если этот вопрос серьезен, объясню. Аутфит это то же самое, что мы называем ансамбль из одежды. То, что очень часто я называю на своем канале компоновка. Это скомпонованные, сочетаемые вещи в одном образе. Так вот, принтованные вещи, вещи с рисунком в портретной зоне, не очень любимы итальянками. Повторюсь, принт чаще всего смещается в нижнюю часть ансамбля. Из юбки с принтом более популярны все-таки брюки, украшенные рисунком. Рисунок, как правило, геометричный. Обтягивающий трикотаж, на него я уже обращала ваше внимание, появился и активно присутствует на витринах. В целом, можно говорить, что молодежная мода этот трикотаж полюбила. По молодости лет многие из нас тоже подобный трикотаж носили. По всей видимости, он триумфально вернется в нашу, в том числе и повседневную моду. Яркие сумки являются отличительной особенностью итальянской моды. Если вам нравится, как одеваются итальянки, обратите внимание на сумки яркого цвета. Форма может быть любой. Размер, как правило, средний. В Италии любят сумки жестких форм, но вот яркий цвет всегда в фаворе. Если вам, повторюсь, нравится итальянская мода, то, возможно, ключом к ее пониманию, к составлению подобных аутфитов будут как раз-таки яркие сумки. Решиться на них гораздо проще, чем на одежду яркого цвета. Небольшой совет для все-таки нерешительных модниц, для которых и яркого цвета сумка, что называется, нравится, но носить, а уж тем более покупать, пока не решаюсь. Обратите внимание на текстильные варианты. Текстильные варианты, благодаря фактуре, вписываются легко в любой аутфит. Они его обогащают своей собственной фактурой. Именно поэтому в любой аутфит легко вписываются соломенные варианты, варианты из рафии, из банановых листьев. Все эти фактуры очень самодостаточны и действительно обогащают любой аутфит, прекрасно его дополняют. Поэтому сумка яркого цвета, но текстильная, будет легко вписываться, вы с удовольствием будете ее носить. А потом, возможно, перейдете на более дорогостоящий. И сложный вариант – это кожаная сумка яркого цвета. Очень хорошо дополняют кожаные сумки ярких цветов, бамбуковые ручки популярные в последнее время. В том числе и благодаря Александру Микеле, который сделал для Гуччи сумку Диана. И многие цитировали бамбуковые ручки с этой сумки. Таким же магическим эффектом обладают текстильные съемные ремни, бывшие очень популярными пару лет тому назад. Сейчас они просто есть, их можно купить. Ведь очень часто многие сумки предлагаются уже с такими текстильными ремнями и также с тонким кожаным ремешком. Так вот, могу сказать, что это тоже ключ к пониманию, почему эти сумки с такими деталями, бамбуковые ручки и текстильные ремни, при этом в одной сумке может присутствовать только одна деталь, хорошо и легко вписываются в любой аутфит. Они разнофактурны и дополняют собой действительно любой образ. Я сейчас совершенно иначе понимаю суть использования итальянками аксессуаров в виде вот таких крупных бус. Кстати, посмотрите, снова мы видим смещенный вниз ансамбля принт. В данном случае это любимые здесь, в Италии, как я люблю говорить, принтованные брюки. Так вот, если раньше я думала, что аксессуары это часть индивидуального стиля... Кстати, меня всегда смущало, потому что я не могла понять суть фразы. Главное, это хорошо и грамотно подобранные аксессуары. Я думаю, и так понятно, что хорошо и грамотно подобранные аксессуары это прекрасно. Только как их грамотно и хорошо подбирать? Вот в чем вопрос. Так вот, в последнее время мне удается совершенно по другим ракурсам взглянуть на эту любовь итальяна крупным украшением на шею. Крупным и длинным украшением на шею. Крупным, длинным и в большом количестве украшением на шею. Для меня это способ наслоения. Причем наслоение именно в жару, в жаркую погоду, когда аутфиты максимально открытые. Действительно, украшение на шее позволяет заполнить зону декольте. Это, повторюсь, еще один слой, сделанный в виде бус, в виде аксессуара на шею. Это также еще один элемент в ансамбле, который разнофактурен. Очень отличается от текстиля. Как правило, бусы выполнены из чего-то, что похоже на пластик. Может являться пластиком, может быть натуральным материалом. Но, тем не менее, аксессуар на шею, по крайней мере, если говорить об итальянских аксессуарах, различных бусах, сатуарах и так далее, это всегда разнофактурный, либо, как правило, разнофактурный аксессуар сам по себе. Плюс он, повторюсь, не текстильный и будет отличаться от того, что мы уже имеем в нашем аутфите, в нашем ансамбле. Отсюда и ключ к пониманию, как грамотно и красиво подбирать аксессуары. Если мы надеваем сарафан на тонких бретельках, логично, что закрываем мы зону декольте крупным аксессуаром. И витрины, примеры витрин, это подтверждают. Если мы надеваем, допустим, белую рубашку, обратите внимание, как это виртуозно обыгрывают витринисты. Скорее всего, будет тонкая цепочка, тонкие яркие бусики, настолько любимые здесь в Италии. По этому же принципу, по всей видимости, подбираются аксессуары к блузам и платьям, что называется, без рукавов. Декольте достаточно закрыто, вырез классический круглый. Чем короче рукав, тем массивнее украшение. Один из самых любимых цветов, если говорить о летней моде, именно жаркого дня, это, безусловно, в Италии черный цвет. Он не уступает по своей любви и признанности модницами белому цвету, более логичному для жаркой погоды. Если вы ищете себе шикарный, красивый комплект для жаркой погоды, не очень любите открывать ваше тело, то интерпретация стиля, точнее интерпретация тренда на пижамные комплекты вам, скорее всего, понравится и подойдет. Не нужно бояться пижамного тренда. Я считаю, что сам по себе на улице пижамный комплект выглядит не всегда красиво и уместно, но интерпретации могут быть очень-очень интересны. Это прежде всего, когда блуза меняется на более по-блузовски выглядящий вариант верха. И здесь, на самом деле, могу сказать, нет равных Макс Маре. Она из сезона в сезон предлагает комплекты из шелка, состоящие из брюк. И, соответственно, блузы выполнены из одного материала. Как правило, повторюсь, это шелк, реже это вискоза. Материал, как правило, украшенный рисунком. И подобные комплекты смотрятся шикарно. Правда, и стоят дорого. Очень хорошо носятся в жаркую погоду. Чтобы подобные комплекты не смотрелись слишком расслабленно, были уместны в городе, дополняем их аксессуарами и с гладкой кожей. Я заметила, что аксессуары, а точнее их наличие в аутфите, может сделать даже недорогую вещь, выглядящую действительно солидно и даже дорого. К примеру, тому вот это платье. Оно стоит всего 20 евро. Для Италии это очень мало. Недороговизну изделия. Выдают швы, то, как обработан низ платья. Но посмотрите, дополняем аксессуарами, при этом может быть даже такими же недорогими. И уже вещь и сам аутфит выглядят более сложно, как будто бы над ним потрудились. И на самом деле здесь я хотела бы поспорить с мифом, когда говорят о том, что если видно, что ты очень старалась одеться красиво, то это плохо. Наблюдая за итальянскими витринами и за тем, как одеваются итальянки, я бы также сказала, что очень часто это является ключом к пониманию, как грамотно составить красивые комплекты. Люди должны, смотря на тебя, понимать, что ты постарался, что ты потрудился. Не забыл надеть украшения, приколоть брошь, взять красивую сумку, подобрать сумку по цвету к обуви и так далее. В целом, если наш аутфит транслирует вот эту старательность и намеренность, очень часто это выглядит, лично на мой взгляд, наоборот, благородно и красиво. Вообще на русскоязычном ютубе, посвященном модному контенту, существует очень много мифов, которые мне хотелось бы развеять, я изначально в них не верила. Например, что только наши за границей на каблуках. Повторюсь, это совсем не так, и я об этом очень много рассказывала и очень много показывала соответствующего видеоматериала. К другим мифам я бы также отнесла утверждение о том, что перед выходом из дома с себя нужно снять хотя бы один аксессуар, хотя бы одну вещь. Этот миф тоже всегда для меня был мифом, потому что меня в тупик ставил выбор того, что нужно снять. Можно снять маленькие сережки, которые не видно в ушах, а можно снять огромное колье, которые, возможно, являются ключевым моментом в твоем аутфите. Также к мифам я бы отнесла то, о чем сказала сегодня и сказала на самом деле в первый раз, потому что какие-то вещи ты начинаешь осознавать со временем. Это про излишнюю нарядность, либо про излишнюю старательность. Когда очень плохо, чтобы все остальные видели, что ты пыталась сочетать сочетаемое и несочетаемое, пыталась себя украсить и, соответственно, надела очень много аксессуаров, пыталась чтобы и так далее, и так далее. Вот здесь на самом деле я была бы очень осторожна с тем, чтобы не следовать этому правилу. Наоборот, возьму смелость на себя утверждать, что когда аутфит транслирует старательность сборки, это выглядит красиво. Именно на этом я хочу завершить сегодняшнее видео. Думаю, что у многих появится пища к размышлению. Но повторюсь, одним из моих последних открытий, сделанное, когда я наблюдаю и комментирую то, что вижу в витринах и то, что вижу на улицах, привело меня как раз-таки к подобному умозаключению. Аутфит должен выглядеть старательно собранным. Должно быть понятно, что вы постарались, что сегодня, здесь и сейчас вы хотели украсить собой то место, в котором вы находитесь. Чего я искренне всем желаю – украшать своим появлением и своим присутствием окружающий мир, радовать других людей. Люди за это, я уверена, будут всем нам очень благодарны, всем нам, постаравшимся, здесь и сейчас, выглядеть хорошо, модно, красиво и стильно. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...